Малыши мои, где ваша мама-то? Сволочь гулящая, вон там квохчет или где она? Где она, маленькие мои? Вы почему здесь вылезли? Ты видишь? Ну-ка заходите через эту дырочку обратно. Папа, подтолкни здесь, я с той стороны его подтолкну. Замерзли, думаешь? Что это такое? А посмотри, они все там, Сашка. А где мать-то? Я не знаю, она их гулять вывела, насколько я понимаю. Я не вывела, они, наверное, просто сами вышли. Свалили? Ну-ка в дырочку его. Я хочу его в курятник сразу отнести. Отнеси давай. Вон здесь стоят все, смотри, зобы целые, гигантские. Вы что здесь делаете, засранцы? Обалдеть, дорогая редакция. Крысы в свое время или кто тут, я не знаю, прогрыз дырку, и все выкатились сюда. Наши золотые росы. Вот тена называется. Отъехали отметить день рождения. Вот засранцы. И они, главное, там выгулив все гуляют. Вон они. Смотри, как курица стоит. Саша, мамаша-то тут. Мамаша-то с ними, слышишь? Я ее выкинул на улицу. А это ты выкинул ее? Да, чтобы она позвала их. Вон они все с ней. Вон она. Остальные там, в курятнике. Жопа толстая. Вон под нее они все забирают. Ты подумай. Да, они замерзли, конечно. Но вот тебе и обострение ситуации. Ну что, думаешь, сдохнут все? Не знаю, посмотрим. В общем, сколько птенцы пробыли на улице, неизвестно. Мы с девяти отсутствовали. Сейчас 19-20 времени. Они вышли на улицу, видимо, сами. Она их не выводила. Вот. Эксперимент приобретает особую пикантность. На улице сейчас 11 градусов и холодный ветер. Как теперь она их будет заводить, неизвестно. Наверное, мне придется лезть, брать их в охапку и в курятник запихивать. Потому что я не представляю, как эти птенцы могут зайти обратно. О, кстати, вышел, да? Ну-ка. Да, вот он. Вышел один из-под нее. Пытается обратно забраться. Вот забрался. Как она будет их сюда вот в курятник заводить, вот по этому трапу, я даже не знаю. Так что, наверное, мне нужно переодеваться будет. О, еще один. Лен! Птенец откуда-то здесь опять появился. Я не знаю тогда, что нам делать-то. Выгул, что ли, закрывать? Где у нас будут только куры нестись на улице? Ты куда вышел-то, дубина? Куда ты вышел, дурачок? Так, сейчас я его занесу, наверное, через тот вход. Вот, в общем, такая вот картина по приезду нас ждала, неожиданная. Посмотрим, что теперь с ними будет. Вот, они уже тут ходят, где хотят просто. Так, мама ваша на улице сейчас. Я постараюсь побыстрее ее вернуть сюда. Вот и сколько. Так, это что? О, она пришла. Нифига себе, родная. Остальных-то где, на улице оставил замерзать, что ли? Ну да, похоже. Раз, два, три, четыре. Пять штук. Так, значит, у нас... Подожди, у нас раз, два, три, четыре. Да, пять штук. У нас не хватает трех. Вот кто-то пищит. Вот, посмотрите, я вообще просто в шоке. Вот он здесь. Он сам пришел. Вы видели, нет? Вот он. Обалдеть. Ну, я просто... Я просто поражен. Вы гляньте, а. Слушайте, ну это вообще какой-то просто вундеркинд. Обалдеть. И чего, вы хотите сказать, что остальные так же зайдут сюда? Так, их уже шесть, правильно? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да. Напомню, это бройлеры. Рост 308. Болгария. Смотрите, где остальные. Ну, это просто вообще удивительно. Они с курами на улице ходят зерна и едят. Обалдеть. Так, напомню им, сколько им? Восемь дней им. Так, ну давайте, наверное, мы все-таки, наверное, поможем им попасть домой. Потому что, ну, здесь реально холодно. Я вот сейчас футболки с коротким рукавом, мне холодно. Вы видите, деловые какие. Ребята, давайте домой скорее бегите. Вы замерзнете нафиг заживо. Ладно, сейчас я буду помогать им, наверное, попасть все-таки домой. Или я не знаю, что делать. Или для чистоты эксперимента оставить их на улице. Посмотреть, зайдут они или нет. А? 11 градусов на этом градустике, но он, возможно, врет. А, нет, тот врет, да. Вот, 10 градусов. На улице 10 градусов. Цыплята на улице ходят. Это вообще капец. У них пиранят, они в пуху. Так, ну что, если это эксперимент, тогда я их не трогаю. Давайте посмотрим, смогут они попасть в курятник с вами или нет. Так, ну они даже не планируют заходить. Вот, посмотрите, они что-то там роют, находят. Я не знаю, как они не замерзают. Да? Серые? Серая Мируканша, скажи. И самое главное, что не обижает их никто. Мама сейчас находится в курятнике с шестью цыплятами. На этих она просто забила. И, видимо, посчитала, что количественное преимущество у тех, которые в курятнике. Нужно с ними оставаться. А эти уже как получится. Смотри, нападать пытается белая курица. Так, ну ку, иди-ка. Нет, им пофигу, они вон там своими делами занимаются. Слушайте, я так вот по внешнему виду не скажу, что они как-то какой-то дискомфорт испытывают. Что они замерзли там или еще что-то. Они даже не собираются домой. На самом деле, домой они пытались попасть, вот сейчас, пока я наблюдал. Но куры скопились возле захода и как-то не получилось у них зайти. Вот у одного только я показал на видео, как он попал в курятник сам. Просто неожиданно, как этот пиздарик мог по этому трапу подняться. Ребята, реально дубак. Вот Вен сидит в куртке. Я в куртке в зимних. Дубак. Мы только приехали, нас целый день не было. И, конечно, в шоке были от картины увиденной. Вот кормушки пустые. Я им утром насыпал. Воды нету, они все выпили. То есть я не знаю, как они тут обитали. Овес тут валяется на земле. И все. Как он им в горло лезет? Я не знаю, не знаю, я даже. Ну, что-то клюют. Сколько дней? Я правильно сказал, что 8 дней им сегодня? Они с 25 числа. 5 числа. Сегодня 3 мая, правильно? Да. У тебя день рождения. Да. А, 4, да? Да. День рождения у меня 4, я не знаю. Значит, им 9, да, получается, дней? 8, скорее всего, в основной массе. А так 1,9. 1,9. Я одного-то вот в руки взял, когда в этот, в курятнике, их в клетку подсаживал. Он такой уже объемненький. Он камней наелся на улице. Зоб у одного, вон какой уже наел. Просто гигантский. То есть, если он ни от мороза, ни от холода помрет, то походу от переедания. Камни и грязи. Да, я не знаю, что он тут ест, землю, что ли. Так, освободи им проход, курица. Какая-то колошка тут, видишь, нарисовалась. Мама услышит, может быть. Да маме пофигу, она эти говорю, она вон это шестерых тех греет. Я не знаю, а эти... Причем я ее выкинула и сюда, пускай она за этим не сходит. Я уже выкидывал один раз, когда приехали только. Она и забрала половину этих. Кого забрала, никого не забрала. А, один зашел, думаешь, за ней зашел? Да, конечно, они за ней заходят. А, ну давай, попробуй, выкинь. Давай я выкину оттуда, сейчас могу еще. Хотя ее тут выкинешь. Вот, выбросили на сетку, на улицу. Вон они под нее щемятся греться. Надеемся, что она сейчас, может быть, покажет им путь, как зайти в курятник. Ах, она толстожопая. Смотрите, бросила детей. А, так, что это было? Не понял. Бросила детей и пошла к этим, к оставшимся. Вот так вот, ребята. Выживайте, как хотите, называется. Ну, что делать с ними, даже не знаю. Это кто там? Лена помогла? Это Лена помогла и обратно выйти. Лена, ладно, оставь. Это ты там помогаешь? Конечно, шалава детей забирает. Не приходи бить детей. Вон они, смотри, пытаются забраться. Где? Вот они, вот они. А, вот-вот. Она зовет. А, зовет она их, да? А, Лена не пускает ее. Иди зови дальше, падла. Они, видимо, не могут забраться. Саша! Чего? Сыскники повалились. Ты не видел? Нет. Откуда? Еще один выпал. Еще один выпал? А, вот-вот. А, вот-вот. Ты представляешь, они туда и пошли все. А на этих зовет? Вот этот сам заходил. Легорн, походу, да? Белый, видишь? Да, белый. Сейчас он должен найти дорогу. Блин, ну, короче, дубак-то уже сейчас, мне кажется, еще холоднее стало. Вот, восемь часов. Восемь часов. И температура уже... Ну, девять градусов такая же. Ну, что, Лен, давай, я пошел. Ну, хорошо, я ее 200 раз выбрасывала. В итоге она уселась с ними в другом углу, вообще не у себя в загоне. И теперь трое на улице, да? Да, и теперь трое на улице, сколько хуже сделала. Тихо-тихо, вон, идёт, идёт, идёт. О, вот эти, говорю, он заходил уже, мне кажется, это он был. Ну, какой, а? Ты посмотри. Ну, это Легорн. Это Легорн, да. Бролеера все-таки потупее, походу. Походу, они как качки тупые. Ну, такой стереотип есть. Тихо-тихо, пожалуйста, подойдите. В итоге эти две цыпки я никак не могла поймать. Мне пришлось снова выбрасывать курицу. Они из самого дальнего угла подбежали к ней быстрее. Сели под неё, и я всех троих, курицу с двумя подмышками, закинула обратно в курятник. Короче, другого варианта не было, только такой. И вот они теперь все под ней сидят. Ладно, завтра буду вас снимать. И, короче, они передислоцировали совершенно в другое место. Угол под насестом. Вот эти товарищи их не обижают. Ну, не ругайся, я сейчас уйду. Ну, прям две минуты. Смотрят на меня недобро уже, короче. Я не знаю, есть ли смысл запихивать обратно в их место, в их загончик. Потому что, ну, видимо, они явно прямо уже как бы прижились. Но там корм этот их детский, маккорм, мелкий. А здесь, что эти цыпы будут есть. Но, с другой стороны, эксперимент есть, эксперимент. Значит, все, переходят на зерносмесь. И не парятся по поводу того, смогут они зайти в курятник или нет. Надеюсь, эти два дурачка завтра хотя бы поймут принцип, как заходить. Легорн вон маленький, как сориентировался сразу. Шмык и все. Прямо как так и было. Но сидите, грейтесь, балбесцы. Так, в курятнике, вот смотрите, сколько сейчас. Вот такой вот климатический режим для цыплят бройлерных. Но если они выживут, я удивлюсь, конечно. Спокойной ночи, зайки-кусайки.